Я думаю, что это затишье перед бурей. Сегодня утром я проснулся, посмотрел на биржевые сводки и увидел, что процентная ставка снизилась на полпроцента. Я посмотрел на курс доллара к иене. Он был около 142, немного снизился. И вот, когда я пришел сюда, он был уже около 144. Так что после объявления о снижении ставки курс немного вырос. Но, как ни странно, доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на два или три базисных пункта. Поэтому я думаю, что это интересный момент для экономики и рынков. Можно было бы предположить, что доходность еще больше снизится. Потому что, как мне кажется, на ноябрьском заседании вероятность того, что ФРС снова снизит ставку, составляет около 70%, по крайней мере на 25 базисных пунктов. Поэтому я думаю, что пока рано делать выводы. Вы наверняка слышали, что такие соцсети, как Facebook, Instagram, скоро начнут поощрять своих пользователей деньгами, и возможно нам не придется работать. Но в крипте уже такое явление есть давно. Сейчас много проектов, которые раздают аирдропы. Аирдроп можно получить, будучи ранним пользователем платформы или проекта, делая транзакции, поднимая ноды, в общем, любые действия в блокчейне. Для людей это звучит очень сложно, и поэтому существует специальный сервис Airdrop Hunter, который позволяет автоматизировать все эти процессы. Все до боли просто. Вы приходите в Airdrop Hunter, подключаете свой кошелек, выбираете количество кошельков, то есть мультиплицируете себя, вас становится как будто больше, и делает скрипт за вас, делает все активности, что дает вам возможность в итоге получить токены проектов, активности которого вы выполняете. Было бы очень интересно посмотреть, как будут вести себя криптовалюты в выходные, когда торги закроются, потому что, как правило, сначала происходит первоначальная реакция, а затем реальная реакция на закрытие торгов в пятницу на рынках, а затем в выходные криптовалюты либо растут, либо падают. И только тогда мы действительно увидим, что рынок думает о том, что произошло. Очевидно, что я придерживаюсь мнения, что Джей Пауэлл и Джанет Йеллен хотят оживить финансовые рынки, чтобы помочь Камале Харрис победить на выборах. И очевидно, это вписывается в эту теорию, потому что если посмотреть на экономику США, она чрезвычайно сильна. Рост ВВП в третьем квартале прошлого года составил около 2 с чем-то процентов. Уровень безработицы все еще достаточно низкий по историческим меркам. И почему ФРС снижает ставки? Кажется, что текущий режим процентных ставок был вполне приемлем для растущей экономики США. Так что же такого плохого произошло? Что им пришлось снизить процентную ставку на полпроцента, что стало самым большим снижением с марта 2020 года. Для тех, кто подключился, по поводу чата Хантеров, снизу есть ссылка. Вы можете пройти экскурсию в закрытый чат Хантеров. Юра проведет. Приходите. Welcome. Come on. Всех ждем. Да. А если вы хотите, например, посмотреть какие-нибудь вебинары, которые у нас проходят почти каждый день, тоже идите в Telegram, в закреп и забирайте вебинары, которые проходят каждый день на разные темы. Вы можете на все прям зарегистрироваться и приходить. Всех ждем. Я считаю, что они пытаются поднять рынки еще выше, чтобы люди чувствовали себя еще более обеспеченными, когда пойдут голосовать в ноябре. А инфляция после этого будет только расти, потому что если люди говорят, что правительство США безрассудно тратит деньги, то как снижение процентных ставок поможет им в этом? Я думаю, что иена будет продолжать укрепляться. И если ФРС и рынок считают, что процентные ставки будут продолжать снижаться, а банк Японии будет продолжать повышать их, то разница между ними будет постепенно сокращаться. Если вы занимаетесь торговлей с использованием иены, то вам нужно выходить из этой сделки. Потому что обе стороны говорят вам, что с одной стороны мы снижаем процентные ставки по доллару США, а с другой стороны мы повышаем их в Японии. Поэтому вам не стоит рисковать, удерживая эту позицию. Я думаю, что люди будут постепенно избавляться от иностранных активов, чтобы покупать активы за пределами Японии, и обменивать их на иену. Потому что им нужно будет это сделать, чтобы покрыть свои расходы, потому что это будет им дорого стоить, я думаю, в долгосрочной перспективе. Мне кажется довольно странным, что многие люди в криптовалютной сфере считают, что Трамп поддерживает криптовалюты. Трамп был президентом четыре года. Он, знаете ли, был как чистый лист бумаги, на котором можно было писать все, что угодно. И он ничего не сделал для криптовалют. Многие люди, которые работают в этих агентствах, пришли туда при Трампе. Поэтому я не верю ни единому его слову. Он политик. Многие криптоинвесторы хотят пожертвовать деньги на политические нужды. Он с радостью примет их и скажет вам то, что вы хотите услышать. Что касается Харриса и демократов, вы знаете, чего они добиваются. Вы видели, что происходило в течение последних четырех лет. Но я думаю, что в конечном счете Соединенные Штаты — это очень маленькая страна, с точки зрения численности населения, но с очень большой экономикой и так далее. Но взгляните на эту конференцию, которая прошла в прошлом году. Я думаю, что они продали всего 10 билетов. В этом году они продали 20 билетов. Таким образом, во всем мире наблюдается движение за финансовую свободу, за отделение денег от государства. И если американские регуляторы хотят оставить все как есть, пусть так и будет. Но в конечном счете мы будем двигаться вперед. Нам не нужна ясность в регулировании от правительства Соединенных Штатов. Если они ее предоставят, это будет замечательно. Если нет, то все останется как прежде, с 2009 года. И мы выросли с нуля до рыночной капитализации в 2-3 триллиона долларов экосистемы криптовалют. Поэтому я думаю, что людям нужно перестать беспокоиться об этом. Если вы хотите открыть бизнес в США, то очевидно вам нужно беспокоиться об этих вещах. Но если вы не знаете, что делать, просто игнорируйте Америку. В мире есть много других стран. Посмотрите на эту конференцию. Это просто безумие. Сколько энергии и людей со всего мира, которые собрались здесь, чтобы построить светлое будущее, оставив Америку в прошлом. Я торгую криптовалютой уже больше 10 лет. Я, конечно, какое-то время управлял BitMEX, и мы сталкивались с разными видами сбоев. Самым серьезным был, конечно, сбой в марте 2020 года, когда биржа отключилась, и люди подумали, что мы спасли биткоин от падения до нуля или чего-то подобного. Но опять же такое случается, верно? Есть злоумышленники, которые хотят вывести из строя в первую очередь интерфейс и заставить людей сидеть в своих аккаунтах, где им не следует находиться. И в конце концов, протоколы должны гарантировать, что технология, на которой они основаны, безопасна. Протоколы Атина убеждают людей, что средства, которые они вкладывают в протокол, не пострадают. Это чисто техническая проблема. Это неотъемлемая часть работы с электронными устройствами. Так что с этими биткоин от происходит довольно интересное явление. Если вы посмотрите, то я думаю, это 13-я поправка в США, согласно которой крупные фонды должны ежеквартально отчитываться о своих активах. Вы видели, что в списке были такие крупные фонды, как Миллениум, Хедж-фонды, верно? Которые владели всеми этими биткоин от. Многие люди думают, ого, Изи верит в ценность биткоина, но это не так. Они использовали фьючерсные контракты. То есть крупные фонды покупали биткоин от и продавали фьючерсные контракты с ЕМ, получая при этом очень хорошую прибыль. Я не знаю, что было в основе этого в то время. И вот, когда эта основа была заложена, а цены на биткоины упали и оставались на одном уровне в течение последних шести месяцев. Вы начали замечать, что эти учреждения продают биткоин-эт на рынке наличных средств. И именно поэтому в последние несколько недель наблюдался отток средств. Поэтому будет интересно посмотреть, как в следующем квартале будут раскрываться данные о том, что те, кто находятся на вершине, сокращают свои позиции, поскольку они закрывают эти сделки. Поэтому я думаю, что мы еще не видели, чтобы те, кто покупает биткоин, делали это исключительно из-за интереса к криптовалюте. И когда мы это увидим, я думаю, что мы увидим гораздо более сильную основу для накопления биткоин-эт. Ведь биткоин это первая криптовалюта, верно? Именно поэтому мы все здесь. Это самые надежные деньги из всех, что когда-либо существовали. Это резервный актив для криптовалюты. Поэтому я думаю, что если биткоин будет расти, то и вся экосистема будет развиваться. Если биткоин будет стоить миллион долларов, а также достигнет каких-то сумасшедших значений, то мы все рискуем тем, что с экосистемой произойдет что-то плохое. Поэтому я думаю, что те, кто может себе это позволить, должны поддерживать разработчиков, которые посвящают свое время и силы поддержанию того, с чего началось это движение. Я думаю, что если биткоин хочет стать самой надежной валютой из всех, то обновления должны происходить медленно, верно? Потому что последнее, чего мы хотим, это запустить в производство то, что может поставить под угрозу все, что мы создавали последние 15 лет. Я также не считаю, что биткоин должен оставаться прежним, верно? Смысл в том, что он меняется в соответствии с желаниями людей, но, конечно, изменения происходят постепенно, методично и безопасно. Я имею в виду, что, конечно, дефляция или снижение инфляции, связанные с наличием биткоина, будут ощущаться, когда рынок будет к этому готов. Я имею в виду, что, возможно, это произойдет не сейчас, а через месяц или два, я не знаю. Я думаю, что сейчас майнеров больше всего беспокоит конкуренция за центры обработки данных для искусственного интеллекта. Существует огромный спрос на вычислительные мощности для обучения больших языковых моделей. И теперь, если вы майнер биткоина и у вас есть доступ к этим мощностям и центру обработки данных, вы можете заниматься майнингом биткоина и обучать искусственный интеллект, верно? И поэтому, я думаю, будет интересно посмотреть, как это отразится на экономике в плане крупномасштабного майнинга биткоина. Я имею в виду, что это было ужасно. Это было неинтересно. Я не буду врать. Я бы хотел, чтобы этого не случилось. Я думаю, что это неотъемлемая часть работы централизованной компании в сфере криптовалют. CD столкнулся с более серьезными проблемами. И знаете, Рос отбывает пожизненное заключение. Есть и другие люди, которые нарушили наши правила. Так что я думаю, что если вы управляете централизованной компанией в сфере криптовалют, то с вами может случиться нечто подобное. Это также проливает свет на то, что на самом деле означает централизация. У нас много децентрализованных компаний. Они подвержены таким рискам. Если вас это устраивает, то вам, возможно, стоит выбрать другую сферу деятельности. Битмекс — это весело. Очевидно, что он приносит много денег. Я все еще в совете директоров. Я все еще владею компанией. Я не продал ни одной акции Битмекса. Управлять компанией, в которой работают 250 человек, — это не мое. В HR есть много других вещей, которыми я не очень люблю заниматься. Например, быть генеральным директором. И поэтому возможность работать с небольшой группой профессионалов в области финансов, инвестируя, торгуя и пытаясь заработать деньги, приносит мне гораздо больше удовольствия. Мне очень нравится то, чем мы занимаемся в Мейлстром, и люди, с которыми я работаю. Это очень увлекательно. Я люблю финансовые рынки. Я люблю говорить о них. Я люблю писать о них. Я люблю инвестировать в проекты. Субтитры создавал DimaTorzok